Друзья, всем здорова, с вами Алексей Крылов, мы находимся в Египте, город Шар-Мальшеих, отель Royal Holiday Beach Resort. И в этом видео мы отправляемся куда? Кататься на квадроциклах! И не только! Подержи, давай будьте час танец, у нас же веселые видеоблоги, и танцуем! Танец зелота, давай, Катый! И поскольку у нас веселое видео, мы что будем перед поездкой делать? Сути? Нет, набирать кофе! Мы сейчас наберем кофеек. Кстати, вот баночка для кофе, классная тема в путешествиях. Набрал, и когда нужно, пьешь кофе. Человек, который делает кофе, как его зовут? Баристо? Баристо делает кофе растворимый, мы сейчас нальем туда водички и все будет супер! Супер! Кофе готов! Наливаем в баночку. Итак, кстати, вот кофе в баночке очень круто! Мы когда ехали в Петру, Алексей вот не сделал эту штучку и влетел на 4 бакса, потому что на корабле кофе делали почем? 2 доллара растворимый кофе. Здесь тоже растворимый. И вот, кстати, бесплатно. В поездках, на экскурсиях кофе везде может быть дорогим. Потому что у вас завозят места для туристов. Если у вас есть такая баночка и вы любитель кофе... Как это? Баночка называется или как? Вы поняли? Да, термокружка, термокружка. Я ее баночкой называю. Так вот, если есть термокружка, берите, очень классная тема. Так, вышли мы уже за территорию отеля. Сейчас к нам подъедет наш трансфер. Так, смотрите, экскурсию брал на сайте cooltripsegyp.ru Ну, в принципе, как и всегда, ссылка на сайт под видео. Если собираетесь ехать в Египет, то есть заходите, смотрите. Самое главное, запоминайте цены, потому что цены классные. У вас будет с чем сравнить уже. Приехал за нами автобус. Да. Идем. Самое главное на эту экскурсию взять что? Воду и арафар. И очки. Да. Мы это все взяли, поэтому мы молодцы. Так, мы приехали на базу, где у нас находятся квадроциклы. И откуда мы будем отправляться. Ну что, ты готова ехать? Яна сказала, будет ехать за мной. Вот что происходит здесь. Стоят квадроциклы. Так, завязывают мне мой платок. Точнее, Диана дала свой платок. Спасибо. Спасибо. Вот так и Диана будет ехать отдельно. Это газ. Газ, тормоз и тормоз, да? Да. Два тормоза и газ. Понятно? Да. На ногу ничего не надо нажимать. Так, мы поднимем. Нормально? Нормально. 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 Уживите. Только завязывайте. Один из 4 килограммов. Диана. Диана. Субтитры подогнал «Симон» 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 Ну что, наш караван отправляется дальше «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Смотрите, по поводу бедуинов, что люди говорят, что постановочные, непостановочные, действительно, ну, здесь как, получается, вот это место для туристов, но здесь реально, вот, я сколько катался вокруг шарма, реально много живут бедуинов, я вам даже не расскажу, кто это такие, говорят, это способ жизни, да, как там Кит объяснял, ну, кто такие бедуины, им не надо там ни дом, ни квартира, говорят, государство даже хотело им, точнее, давало квартиры, вот, чтобы они из пустыни переезжали уже в городах, чтобы более так жили в цивилизации, но мы вот там вдоль моря ехали, у них там целые поселки такие, у них дома, такое ощущение, как будто из картона сделаны, вот, там у них куры, овцы, короче, ну, не знаю, как-то они этим зарабатывают, вот, поэтому, ну, реально здесь, вот, видно, здесь дома есть, ну, действительно, они как бы здесь живут, видно, но вот это вот конкретно место, это сделано под туристов, а вот уже видно, вот, видите, вот домики стоят, вот это уже так бедуинский выглядит, вот, то есть, они, говорят, могут быть очень богатые, но им не надо вот это вот, как у нас говорится, понты там, у них может быть такой раздолбанный дом, и при этом может быть крутой джип, сейчас я дом покажу, вот. Вот домик, видите, там какие-то куры могут быть, вот, вот это, в принципе, выглядит вот так бедуинские дома, вот эти, по пустыне они разбросаны, есть села, целые такие, вот. То есть, это реально все по-настоящему, наступил уже вечер, видите, уже стемнело, сейчас, значит, скоро начнется ужин, то есть, то, ради чего мы сюда приехали. Вы знаете, что у нас в отеле очереди или очередя, так вот, короче, очень много людей за едой выстраиваются в линию, так это назовем, и поэтому еду брать невозможно. И мы решили, вот, поужинать здесь, в горах, по бедуинам, да? Но обычно на этих экскурсиях круто формируют, ездят шашлычок или люля-кебаб, ну, реально вкусно готовят. А вот, если вы знаете этот танец, короче, мужик, наверное, минут 20 будет крутиться в этой юбке, то есть, в этой юбке он рассказывает целую историю. Это Нура танец называется, вот. В общем, это национальный танец. Танец вообще раньше считался таким храмовым ритуалом, вот я вам рассказываю, и танцевать его могли только посвященные, и исполняется он только мужчинами, то есть, женщины его не танцуют. Вот, мастерство этого танца раньше передавалось из поколения в поколение от отца сыну. Почему его исполняли в храмах? Потому что в его основе лежит соединение с Богом. Вот как рассказывают, что танцор во время танца, он очень долго крутится, говорю, что примерно 15-20 минут. Говорят, что они входят якобы в трансовое состояние, вот на нем одето, сейчас смотрите сколько, но отсюда плохо видно, я еще поближе подсниму. А где-то 4 юбки, то есть, он снимает по очереди эти юбки, и это символизирует времена года. И она говорит, есть в мире пару женщин только, которые танцуют этот танец, и одна из них, знаете, где живет? В Санкт-Петербурге. Санкт-Петербурге Тут получается, чувак, я уже ближе пройду, какой-то из зала вышел вроде бы, и ему на шею посадили змею. Это вообще жесть. Сейчас еще второй посадят. Штаны ему засунет. Триндец. Вот это жесть. Ничего себе. Блин, я это все на себе ощущаю. Это капец. Вот это жесть. Блин, это жесть. Это просто жесть. Это просто меня передергивать начинает. Блин. Все. Нам включили свет, нарушили нашу романтику, потому что сейчас переносят еду. Это Диана попросила, чтобы включили свет, потому что можно было вилкой попасть в рот. Потому что в темноте не всегда попадаешь, мимо иногда можно пронести, да? Не поработала. Это ты поначалу здесь, наверное. Тебе виднее. Ну да. Видишь, ты смеешься, а мужик со змеями там. Ты вообще. Так. Тут нам принесли еду. Hello. Вот такую красоту нам принесли, которую мы сейчас съедим с радостью. То есть тут сердечко. То есть, как и я просил. Я ем рис только в форме сердечка. Это романтический ужин. Да, романтический ужин. Да, супер. 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 Супер-пупер. Смотрите, здесь люля-кебаб. Потом куриные ножки. Это как куриное филе с овощами получается. Так вот. Какой-то суп. Да, какой-то суп. В общем, такое вот. Приятного нам аппетита. Видишь, Дина, ты ешь, а там мужику что-то на змею засунули. Все, ладно. Пустыня. Я теперь постоянно про мужика думаю. Ну что, вот все закончилось. Еда была просто суперская. Просто офигенная. Мы вот сидели, видите, домики сверху. Вот. Получается, кто был снизу, те выстраивались в очередь, брали еду. А мы вот именно как походу VIP-домики какие-то у нас. Видите, отдельно люди сидят. Вот нам все принесли на мангале. Все очень круто было. Правда? Вот там супчик был с картошкой. Ну как? Такой. Такой остренький, как я люблю. Это мало кому понравится. Да, может мало, но я просто так люблю острую пищу, что это... Я чисто вот ради этого хотел бы и в Тайлайн поехать. Ну, в принципе, здесь тоже национальная еда, она острая. Поэтому для меня это, не знаю, самая лучшая еда, которую я ел в этой поездке. Теперь Диана будет кататься по ночной пустыне. Каталась хоть раз ночью в пустыне? Могли-пустыне. Горо-пустыне. Да. Ну что, друзья, вот и закончилась наша экскурсия. Это пытаюсь повеселее, поактивнее просто. Вот и закончилась наша экскурсия. Мы возвращаемся к нам в отель. Роял Холидей. Вот, как тебе экскурсия? Лайк, лайк, лайк. Так, да, серьезно, было круто. Диана отлично покаталась на троцикле. Это самое главное, чтобы ей понравилось. Ночью было классно. Я просто машину не воду. Не знаю. Наверное, тем, кто ходит, там не споришь. Мне может не понравится, может понравится, не знаю. Мне было классно. И ночью луна светит, набережная светит. Да. Водолеке. Тут гора. Тут все, главное, на луне. Самое главное, что еда была вкусная. Ну, реально, еда была классная. Думаю, на картинке вы видели. Все классно. Нет. Самое главное здесь еда. Нет, принесли целый мангал. Вот. Нет, ну как бы прикольно покатались. Но когда еще покромили круто, так это вообще, ну, это прям круто. Вот. Когда вот на углях оно все такое, шашлычок, мясо три вида. Вот. Это просто супер. Смотрите. Повторяю. Экскурсии брал на сайте coldtripcity.ru. Ссылка на сайт под видео. Вот. Если собираетесь ехать в Египет, обязательно запомните какие там цены. Так вот, заказывать можно, как мы, через Вайбер. Заказывали. Оплата по факту. Так вот. Короче, контакты под видео. Всем счастья, здоровья, всего самого хорошего. Обязательно путешествуйте. С вами был Алексей Крылов. И жена Алексея Крылова. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok